Сохранить не потревожив, воссоздать не навредив. Реставрация зданий – процесс весьма увлекательный. В ходе работ специалистов, как правило, ждут сюрпризы. Литературно-краеведческий музей имени Бальмонта в Шуе в этом плане не стал исключением. Во время восстановительных работ реставраторы обнаружили в штукатурке большие куски угля. Они вставлялись везде. И на этом объекте, и в Шуе, и на объекте клуба, который Павловский, дом Павлова так называемый. Там тоже очень много кусков угля было. Специально делали, заготавливали заранее куски больших угля, вставляли штукатурку для адгезии. Но для того, чтобы если здание намыкало, тогда уголь берет на себя функцию подсушивания. То есть он в себя впитывает влагу и постепенно отдает. И поэтому все это дело не мокло. Теперь при реставрации уголь, конечно, не используют. У 21 века свои секреты. Уголь теперь не добавляем. Есть другие технологии. Но мы также облегчаем штукатурку. Также добавляем туда средства, которые позволяют ее побыстрее осушить изнутри. Ну и, собственно, снизить собственный вес. Потому что за счет вот этой толщины она может отрываться просто от фасада в момент сушки. Здание музея очень интересный и в то же время очень сложный объект, говорят специалисты. Этот дом заметно выделяется на фоне городской застройки. Неповторимый облик памятнику архитектуры 19 века, выполненному в русском стиле, придают многочисленные декоративные элементы. Длительный период времени не проводилось никаких работ. Задний фасад, он был весь из украшен граффити. Поэтому видно было, что зданию нужна помощь. И помощь как бы срочно. Скорая, можно так сказать. Ремонт отребовали не только фасады, но и уникальная двухцветная кровля в шашку. Из-за протечек стали разрушаться тяги и лепнина внутри здания. К счастью, местные власти нашли возможность спасти памятник архитектуры от разрушения. Реставрация музея Бальмонта ведется уже пять лет. Работы выполняют поэтапно. Сначала провели в порядок крышу. Затем главный фасад. Теперь очередь наконец зашла и до заднего фасада, который оказался в самом плачевном состоянии. Свой негативный вклад внесли и местные жители. Скрытый от глаз прохожих фасад изуродовали граффити. Наиболее сложно специалистам восстанавливать элементы декоративного убранства. Местами они утрачены полностью. Все тяги, пилястры, наличники, все выполнены из издковой штукатурки. И в этом заключается сложность реставрации. Они все в очень плачевном состоянии, можно сказать, в аварийном состоянии. И многие приходится воссоздавать. Чтобы их воссоздать и набрать вот эту толщину штукатурки, приходится послойно ее наносить и давать просохнуть каждому слою. Это занимает очень большое время и требует хорошей погоды. В здании установили новые двери и оконные рамы. Их изготовили специально для Литературно-Криведческого музея в столярном цеху при реставрационной мастерской. Здесь по эскизам могут выполнить любые образцы деревянного зодчества. Каждый мастер обладает высокой квалификацией. Работа у нас интересная. Не то, что как роботы на одном месте. У нас интересная работа. Каждый раз чем-нибудь новенькое. Работа всем нравится. В этом году завершить восстановительные работы в музее не получится. Но местные власти прикладывают все усилия, чтобы это здание к 150-летию Бальмонта, которое, отметят, в 2017 году предстало во всей красе. Шуяне и гости нашего города, сегодня проходя мимо здания, очень радуются тому, что оно преображается, что оно приводится в порядок, то есть реставрируется. Деньги на реставрацию выделяет городской бюджет. И сегодня готовятся документы уже о передаче нашего здания в музее как памятник муниципальному значению. Мемориальных предметов, которые связаны с жизнью Константина Бальмонта, в музее не так много, но те, что есть, очень ценны. Так, например, с этим сундуком поэт трижды совершил кругосветное путешествие. В нем он возил самое дорогое – книги. А есть экспонаты, которые не имеют отношения к поэту, но не менее интересны. Например, эта рука для подаяния никого не оставляет равнодушным. Посетители шутят, что такие экспонаты должны быть в каждом зале музея, чтобы реконструкция закончилась как можно скорее. Сохранить не потревожив, воссоздать не навредив.